всем привет на связи евгений карташов и сегодня речь пойдет о фундаментальной техники для ретуши фотографии но и не только для ретуши эта техника называется dodging burn многие из вас слышали это название многие уже знают про это но я хочу рассказать про основу основ и показать наиболее простой способ как можно делать dodging burn на самом деле это самая простая в техническом плане техника ретуши потому что там требуется всего два действия это осветление и затемнение изображения и даже не нужно знать никакие инструменты ретуши и алгоритмы их работы то есть только с помощью dodging burn можно вполне обработать отретушировать любую фотографию многие до сих пор считают dodging burn порождением фотошопа цифровой эпохи и думают что на самом деле во времена пленочной фотографии никакой обработки не было но это не так вот известная фотография которую сделал ричард а вид он и вот правки которые а вид он сделал для печатника то есть он схематично нарисовал ему какие области на фотографии необходимо осветлить какие затемнить то есть dodging burn существовал еще во времена аналоговой пленочной фотографии но выполнялся он конечно не в пример сложнее и дольше и требовал значительно более высокой квалификации чем сейчас требуется от ретушера ну и с появлением цифровых способов обработки изображений и достаточных ресурсов компьютерной техники dodging burn перекочевал совершенно логичным образом программы цифровой обработки фотографий давайте посмотрим как он выполняется и для чего вообще нужно его выполнять вот пример фотографии если несколько уменьшить ее масштаб и внимательно посмотреть можно отчетливо увидеть нежелательные объемы имеющиеся на ней что я подразумеваю под этим словом посмотрите внимательно вот здесь в районе глаза скулы и щеки у нас наблюдается следующий эффект вот здесь у нас область более темная вот здесь более светлая то есть более выпуклая и вот здесь опять более темная в результате возникает такое вот ощущение припухлости или вот такого мешочка здесь то же самое и под этим глазом давайте несколько увеличим вот здесь нижняя века более темная вот здесь более светлая область и вот тут опять более темная и в результате опять таки возникает ощущение некой припухлости но на самом деле как мы знаем на плоскости никакого объемного изображения не существует и мы можем создать создать или наоборот убрать иллюзию объема с помощью осветления и затемнения отдельных областей чем собственно и занимается dodging burn причем если мы будем работать по крупным областям мы будем работать с объемом если же мы будем работать с более мелкими областями то мы будем работать уже с текстурой или с пятнами средних размеров теперь давайте поговорим о том как технически проще всего выполнять dodging burn проще всего делать это кистью на пустом слое в соответствующем режиме наложения но для начала кисть нам нужно настроить давайте создадим пустой слой дважды кликнем по его названию и переименуем теперь нужно сбросить цвета то есть по умолчанию у вас тут какие угодно цвета могут стоять допустим вы там чего-то рисовали кисточкой у вас вот такие цвета к примеру здесь стоят нам же для dodging burn нужно только два цвета это чисто черный и чисто белый для того чтобы быстро сбросить цвета нажимаем английскую клавишу d на клавиатуре нажали вот теперь у нас два цвета черный и белый далее в настройках кисти которую предварительно нужно выбрать нужно поставить жесткость на 0 то есть чтобы кисть была с мягкими растушеванными краями режим кисти нормальный непрозрачность сто процентов и нажим всего один процент в английской версии программы нажим называется flow можно сглаживание здесь поставить где-то процентов на 15 чтобы мазки кисти были были более плавными сделав данные настройки давайте посмотрим как у нас в этом случае кисть будет работать вот сейчас у меня черный цвет смотрите когда я просто провожу как будто ничего не происходит но если я не отрывая левую кнопку мыши или перо от графического планшета начну по одному и тому же месту вводить то смотрите у меня краска становится все более плотной пока наконец не достигнет чисто черного цвета то же самое смотрите с белым цветом для того чтобы переключиться на белый цвет я нажимаю клавишу x повторное нажатие снова переключить на черный то есть вот эти цвета основной и фоновый просто поменяются местами с белым цветом то же самое вот я вожу кисточкой и воздействие постепенно нарастает то есть степень осветления и затемнения мы регулируем именно вот таким образом давайте очистим слой нажмем комбинацию control а чтобы выделить все содержимое и затем клавишу delete или backspace на клавиатуре снимем выделение нажав control d ну и давайте собственно приступим к ретуши нужно для начала поменять вот здесь режим наложения на мягкий свет меняем нажимаем enter чтобы пропала синяя рамочка иначе вы ничего дальше делать не сможете далее лучше всего конечно dodging burn делать с помощью графического планшета но можно и мышкой попробовать просто это будет дольше и так я выбираю кисть белый цвет вот такой примерно масштаб изображения я могу с помощью графического планшета делать тонкие штрихи гораздо тоньше чем видимый размер кисти и поэтому вот я выбираю размер чуть побольше для того чтобы убрать вот этот вот мешочек я вот здесь немного осветлю ключевое слово немного потому что здесь переход должен остаться к подглазничной области одинаковую ярко сделать не стоит и вот здесь пониже тоже осветляю и в результате получаю вот такой уже более ровный тональный переход по объему вот можно посмотреть до после вот видите убрали мы мешочек теперь вот здесь тоже самое вот эту область я осветляю далее можно вот здесь немножко поработать так сказать более плавные переходы сделать и вот здесь можно поработать еще с веком чуть-чуть увеличиваю масштаб и тоже вот здесь осветляю делаю более ровные переходы ну а вот здесь наоборот можно затемнить переключаясь на черный цвет клавиши x и вот тут слегка затемняю опять же если нужно осветлять снова переключаюсь клавиши x на белый цвет ну вот как видите теперь наше изображение значительно лучше стало выглядеть по объему то есть мы нежелательные объемы убрали если я буду работать с более мелкими областями то получается я уже буду убирать пятна средних размеров или даже работать с текстурой кожи как видите все в техническом плане очень несложно просто осветляем затемняем и получаем нужный результат то есть на самом деле это самая простая техника ретуши для которой даже не нужно знать как работают вот эти все инструменты ретуши то есть это различные восстанавливающие кисти штамп заплатка там но заплатка я не пользуюсь и так далее на самом деле способов делать dodging burn существует довольно много и для каждого способа есть свои достоинства недостатки нюансы применения которые необходимо знать для того чтобы выполнять работу качественно и я приглашаю вас на мастер-класс dodging burn это просто который состоится 8 февраля в 19.00 по москве почему я решил провести этот мастер-класс да потому что информация о различных техниках dodging burn в сети она отрывочная нет полного объемного обстоятельного материала в сети именно по этой теме есть вот какие-то отдельные там разрозненные уроки в которых узко там рассматривается та или иная техника но вот чтобы все вместе рассмотреть все способы их именно вот как я говорил достоинства недостатки нюансы применения и также рассмотреть все это в комплексе вот такого материала я еще нигде не видел для кого предназначен этот мастер-класс для тех кто делает первые шаги в ретуши и хочет узнать больше про технику dodging burn то есть чтобы сразу же получить отличную базу и начать самостоятельно работать также этот мастер-класс предназначен и для более опытных то есть уже для ретушеров которые самостоятельно работают делают какие-то коммерческие заказы но которые хотят систематизировать свои знания и узнать некоторые какие-то новые фишки в dodging burn не сомневайтесь они обязательно на мастер-классе будут также для тех кто прошел уже мой курс секреты профессиональной ретуши и для вас тоже найдется немало интересного и познавательного материала итак переходите по ссылке в описании под видео где вы сможете прочитать краткую программу онлайн мастер-класса и регистрируйтесь участие в мастер-классе бесплатное и доступно после предварительной регистрации на всякий случай я записал на этой страничке дополнительное видео как зарегистрироваться на мастер-класс если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео всем спасибо за просмотр с вами был евгений карташов всем пока 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 пока